С хлебом и солью. 10 часов утра. Въезд в Бобруйск. Направление Минск. Сегодня здесь встречают гостей. Не каравай им едины. Звучат стихи, слова приветствия и благодарности. Дальше по плану выездного заседания Президиума Республиканского совета ветеранов Белорусского общественного объединения. Первая остановка маршрута. Вечный огонь. В руках миног, гвоздики. Памятник установлен на братской могиле. Здесь обрели покой воины, освобождавшие Бобруйск в июне 1944-го. Никто не забыт. Ничто не забыто. Следующая остановка. Городской исполком. Официальная часть заседания. Мы сегодня находимся в городе Бобруйске. У нас проходит Президиум Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов. В ходе Президиума будут рассмотрены вопросы, которые касаются в первую очередь работы ветеранских организаций всех уровней. То есть, скажем, от республиканской до районной, до первичной организации. Тем, конечно, много. Самое главное – социальное обслуживание, медицинская помощь, досуг пожилых людей, общественные организации. На месте отчитываются о проделанной работе, обсуждают задачи на будущее. Основная повестка дня связана с социальной защитой ветеранов. Это совершенно не случайно, потому что буквально в начале осенья ищече будут рассмотрены поправки в закон о ветеранах. Мы там очень много дали своих предложений и о возврате к медали ветеран труда и бесплатном проезде ветеранов в городском общественном транспорте. От официальной к промышленной. Следующая остановка – Бобруйска-Громаш. Гости знакомятся с производством, историей предприятия. Показывают и готовую технику. Теперь можно и за стол переговоров. Обмениваются опытом. К слову, в Бобруйске действуют 133 первичных организаций ветеранов предприятий и учреждений. В них входит 47 464 человека.